Добрый вечер, Гомель. По средам в нашей программе звучит тема Малой Родины. Мы приглашаем к разговору представителей самых разных профессий. И сегодня в нашей студии те, для кого медицинская помощь детям – призвание. С участниками сегодняшней программы мы поговорим о том, как и где начиналась дорога их жизни, в том числе и профессиональной. Затронем вопросы истории развития педиатрии в Гомельской области и безопасного лета для детей и их родителей. Звоните нам, пожалуйста, уважаемые телезрители по телефону 342243, чтобы поздравить людей в белых халатах с наступающим профессиональным праздником, а также задать свои вопросы гостям. Присоединяйтесь к нашему в разговору и в Вайбер, его номер на ваших экранах. Ну а сейчас знакомимся с гостями передачи. Ольга Синицына и Анна Мамченко. Добрый вечер. Добрый вечер. Ольга Синицына, заведующая филиалом номер 4 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники. Окончила Минский государственный медицинский институт. Профессиональный стаж 23 года. Мама четверых детей. Анна Мамченко, врач-педиатр филиала номер 4 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники. Окончила Гомельский государственный медицинский университет в 2016 году, а вирус преданности профессии получила от отца, врача-травматолога-ортопеда Сергея Мамченко. Все верно? Да. Ольга Николаевна, Анна Сергеевна, поздравляю с наступающим праздником и от имени жителей всей Гомельской области выражаю свое уважение и благодарю всех медиков и вас в том числе за благородный труд. Скажите, пожалуйста, в каком возрасте вы решили стать доктором? Анна Сергеевна. Ну, знаете, это такая история, которая официально задокументированная информация о том, что я хочу стать врачом, была в детском саду. Был видеоролик, приходили же снимать, и там же у всех деток спрашивали, а кем ты хочешь вырасти? И я говорила очень скромно, доктором, как папа, когда кто-нибудь сломает ручку или пальчик, то все приходят к моему папе. Я хочу, чтобы ко мне тоже приходили. То есть, вот в возрасте 6 лет первый раз, не знаю, осознанно, неосознанно это прозвучало. Ну, на протяжении детства, тогда же еще вроде бы всего лишь 20 лет назад, но не было даже кнопочных телефонов. По телевизору шло всего лишь 6 для ребенка не самых интересных каналов. Игрушек было не в таком большом количестве, и дома находилось у отца очень много, он на тот момент еще был молодым, начинающим врачом. У него находилось очень много литературы медицинской. Мне было интересно посмотреть, я помню, что самые любимые мои книги были рентгенологические, атласы, переломы, кости, ручки, вот ножки. То есть, было очень интересно смотреть. Картинки, они были такие тяжелые, красивые, я их постоянно листала. Я помню, что даже там... На хорошей бумаге. Да, она такая блестящая, они до сих пор лежат дома. То есть, вот эта вся библиотека, потому что моя медицинская литература, она в основном в электронке. То есть, огромное-огромное количество, но все в электронном варианте. Все его вот эти книжки, они до сих пор дома лежат, и эти самые атласы. По некоторым книжкам даже я потом что-то смотрела. То есть, она настолько актуальна, что я даже сама обращалась к этим книжкам, ну, и читала, что там есть для себя во время учебы. Конечно, специализация у меня получилась другая, но во время учебы для себя там тоже очень много полезной информации подчеркивалось. Специализация другая, но профессия доктор. Да. Ольга Николаевна, а в вашей семье тоже, ну, скажем так, примером стали родители? Нет, мои родители оба педагоги из педагогических семей, и я как-то видела себя только учителем. Но так получилось, что когда мы выбирали профессию на УПК, я очень хотела получить водительские права, и пошла на устройство и вождение автомобиля. И тут такая вот случилась оказия, по устройству автомобиля мне светила тройка. А я круглая отличница, я не могла допустить такую тройку. Я пошла самостоятельно к директору УПК и сказала, поменяйте мне профессию. Специализацию. Да, говорю, я не могу иметь тройку в аттестате. Он сказал, есть место только у медиков. Так я стала младшей медицинской сестрой по уходу за больными, попала в детское отделение, впечатлилась до невозможности, поменяла направление, стала детским врачом. Вот, казалось бы, да, обыкновенный случай из школьной жизни, да, но это же уже не детский сад, это уже сознательное, да, но родители педагоги, а что преподают? Мои родители вдвоем биологи, и поэтому... Но все равно близки к медицине. Да, близко, да. Они меня поддержали в этом начинании, и в принципе, я думаю, где-то подспудно даже подталкивали. И когда мне казалось, мой выбор был самостоятельный, осознанный, они были очень рады и потирали руки. Их план где-то сработал. Ольга Николаевна, да, и, наверное, в литературе тоже не было дефицита, правда, дома, ведь, ну, если не такие огромные тома... Огромные тома, да. Так, ну только не рентгенологические картинки, да? По биологии, по генетике, огромные тома по зоологии, огромные тома по анатомии человека, потому что преподавали, в том числе, анатомию человека, а родители мои очень широко подходили к своей профессии, и у них всегда было очень много дополнительного и дидактического материала. Ну и очень помогло мне, конечно, вот УПК, казалось бы, младшая медсестра по уходу за больными, но то, что я увидела вот в больнице, иногда даже в институте спрашивали, не закончила ли я перед этим медучилище. Хотя я была просто школьницей. Ольга Николаевна, скажите, а книги эти хранятся у вас дома? Ваши дети листают? Да, конечно. То есть это тоже будущие врачи? Не факт. Двое старших не выбрали медицину. Пятилетняя Лиза, конечно, рассказывает, что она будет акушеркой. Прямо так вот и специализацию называет. Ольга Николаевна, сегодня вы руководите учреждением, в котором обустроен первый модельный центр профилактики травмы. Работает папа-школа и курсы «Успешное родительство». Вы имеете опыт преподавания в университете. К вашим советам прислушиваются телезрители. Ну, а начинали-то вы с должности участкового педиатра? Нет. Наш выпуск практически полностью был распределен в детскую больницу. Мы укомплектовывали детскую больницу. И я начинала... В Гомельскую? Да, в Гомельскую областную детскую клиническую больницу. Я начинала сначала с врача приемного отделения. Там вот познакомилась профессия, но потом в какой-то момент мне не хватало моего педагогического, так скажем, наследия. И поменяв работу на поликлинику, я преподавала в медуниверситете, совмещала. А мне вот интересно, вообще это легко поменять специализацию? Вот Анна Сергеевна, например, сейчас работает доктором-педиатром, врач-педиатр, да? Если при желании вы можете как-то иначе повернуть свою профессиональную жизнь? Я думаю, что да. Как бы если вдруг... Ну, не то чтобы я почувствую, что все, но, возможно, если какие-то поставятся перспективы, я почувствую свой интерес, то есть я не перестану быть врачом-педиатром. Это уже во мне, это уже... Нельзя разучиться кататься на велосипеде, да? Да, но, возможно, если я почувствую, что есть какой-то вариант, что-то, что меня очень сильно увлечет, будет вариант, я вполне думаю, что смогла бы поменять специализацию. Ну вот смотрите, во взрослых поликлиниках появились врачи общей практики. Это терапевты, да, с какими-то более широкими знаниями, да, по аториноларингологии, я правильно произнесла, так? И, наверное, кардиологии, да? Неврологии, кардиологии. Неврологии, кардиологии. Нет, вообще с более широкими знаниями и полномочиями. На самом деле... В детских такой планируется? Да. Планируется? Да. И как они будут называться? Тоже доктор общей практики? Тоже врачами общей практики. Ну пока в детских поликлиниках такого нет. Наверное, педиатры, они и есть врачи общей практики, правда? Да. Ольга Николаевна, ну немного вот и о Папа Школе. Насколько, как много, скажем, каких-то знаний она дает людям? Папа Школа – замечательный проект. Я очень благодарна Сергею Бычкову, председателю Совета отцов города Гомеля, который сгенерировал эту идею и запустил ее в массы. Этот проект, он дал вот многое для нашей семьи, потому что мой супруг стал одним из модераторов этой школы. Не имея медицинского образования, он настолько углубился в эту проблему, что дает уже реальные советы, очень грамотные. Я ему вольно-невольно провожу бесконечные курсы повышения квалификации. И наша Папа Школа Гомельская, она отличается от всех других республиканских школ. Они ввели себе пятое занятие. Не четыре классических, они сделали пятое занятие по безопасности. Это одно из самых таких практичных занятий. Нужных, необходимых. Нужных, необходимых. Отцы с большой благодарностью относятся к таким моментам, когда предупреждают. На этом занятии, в такой спокойной мужской обстановке, они смотрят очень серьезные ролики. И отмечают, что никогда не задумались, что простой шкаф в квартире может быть опасен, что тумбочка с телевизором может нести угрозу, что чашка неправильная, поставленная на столе, может сделать больно ребенку. Поэтому это очень важный и полезный проект. Благодарю вас за информацию. А сейчас хочу подключить к обсуждению наших телезрителей. Уважаемые, 342243 по этому номеру можно позвонить. Задайте любой вопрос. Ольга Николаевна и Анна Сергеевна, они доктора-педиатры. А также предлагаю ответить на вопрос эфира. Внимание, уважаемые телезрители. В 16 веке было очень мало медиков с дипломами о высшем образовании. Назовите, пожалуйста, первого нашего соотечественника, который получил ученую степень в медицине. Ну вот, подсказка, это 16 век. Пожалуйста, ваши ответы на поставленный вопрос. Приз сегодняшнего вечера – пригласительный билет на вечер фортепианной музыки с Виталием Фоминым. Пригласительный билет на две персоны. 13 июня в 18.30 состоится концерт во Дворце культуры железнодорожников. Пожалуйста, звоните 342243. Мы продолжаем обсуждение. Скажите, вот что самое привлекательное и самое сложное в работе, Анна Сергеевна? Ну вот, наверное, знаете, мне было очень сложно привыкнуть к тому, что я теперь Анна Сергеевна. И первый раз, вот эти первые обращения, как это я, неужели это я, хоть нас в университете преподаватели называют по имени-отчеству, но это немножко не то. Когда вот именно люди приходят к тебе за помощью и обращаются. Это была командировка, поехала в город Наровлю, и вот там я уже, там я начала быть Анной Сергеевной. То есть, когда я уже вышла на работу, это было, ну, уже привычно. Конечно, самое приятное, быть нужной. Когда человек к тебе приходит, и он, ты понимаешь, что он приходит целенаправленно к тебе, ему нужна твоя помощь, и видеть то, что ты на самом деле ему помог. То есть, вот эта благодарность, она не всегда может даже, человек может не сказать, хотя, как правило, у нас очень благодарные пациенты. Они могут не сказать, но ты понимаешь, что ты решил вопрос, что ты помог. Ты видишь ребенка, который приходил три дня один, а через курс лечения уже намного другой, даже просто с ними пообщаться. Они отвечают тебе взаимностью, они бегут тебе обниматься, очень многие, даже с порога. Они знают, они говорят, что ты наш любимый доктор, они здороваются с тобой на улице, дети, родители. Ну, родители, понятно, но даже дети, они тебя узнают, это очень греет душу, это очень приятно. То есть, даже несмотря на такое небольшое время, которое я работаю, то, хотя, не знаю, два года уже, возможно, уже, я уже вижу, я уже вижу, как я уже их подросла, они уже начали ходить в сад. Вот эти детки, которые рождались, я уже была на участке, то есть, они уже идут в сад, и я их уже узнаю, они узнают меня, это очень приятно. Анна Сергеевна, у вас горят глаза, когда вы говорите, это так нам, участникам программы, правда, Ольга Николаевна, и телезрителям это очень приятно. Ольга Николаевна, а вы как бы ответили на этот вопрос? Я бы ответила одним словом, и самое приятное, и самое сложное, это ребенок, в нашей профессии это ребенок, потому что очень часто дети не могут сказать о своей проблеме. То, что озвучивают родители, это иногда неправда. И доктор Хаус, к сожалению, прав, все врут. И иногда педиатру очень тяжело разобраться в ситуации, но... А как же ориентируется педиатр? Ой, есть много профессиональных тонкостей, и это тема отдельной передачи. Но и самое приятное, это ребенок. Он легко поддается на лечение, если он поправляется, это всегда счастливые глазки. И как только пациент смотрит в глаза доктору, мы понимаем, что дело пошло на поправку. Это очень здорово. Это правда греет душу, повышает авторитет доктора даже в глазах, в собственных глазах. В собственных глазах. Скажите, где вы находите подпитку положительным эмоциям? Ведь это очень важно, с хорошим настроением встретить пациента. Какое количество пациентов бывает на приеме, Анна Сергеевна? Много бывает, очень много бывает. Подпитку для врача, хотя я думаю, не только для врача, для любого человека очень важно уметь переключаться. Все-таки отдых должен быть, хоть мы и 24 на 7, врачи со своей квалификацией и при необходимости можем оказать эту помощь. Но нужно уметь отключиться, вспомнить о себе, о своих близких, о своей семье, отдохнуть. Очень важно, чтобы твой круг, окружение не состоял только из коллег. То есть, потому что тоже, как показывает практика, когда вы собираетесь с коллегами, даже если вы договорились не говорить о работе. Все равно. Только на 5 минут. Все равно будете говорить о работе. То есть, те же самые увлечения, они должны быть разные. Когда ты переключаешься, ты понимаешь, что ты отдохнул, ты перезарядился, ты получил новые эмоции. Ты пообщался с новыми людьми о чем-то другом, ты сделал что-то непохожее, ты потом снова возвращаешься. Вот вроде бы кажется, отпуск, неделя, две, месяц, ты скучаешь, уже в конце ты думаешь, а я же могу, вот я вернусь, я всех спасу, и все будет замечательно. Это все-таки тоже бывает, даже несмотря на то, что очень устаем, бывают такие нагрузки колоссальные, но ты понимаешь, что кто, если не ты, и что ты им нужен. Спасибо, Ольга Николаевна. А вы? Наверное, в тех малышах, которые вас и дома ждут. Я много говорю родителям, что надо уделять внимание своим детям. И иногда приходишь с работы, и ты хочешь закрыться вообще от всего мира, потому что устал от общения со всеми людьми, с большими и с маленькими. Но это нечестно по отношению к своим детям, и, конечно, они позволяют моментально переключиться. И смотришь, прочитаешь им книжку, споешь еще раз «Синий трактор», и как-то становится легче. Вот уже и отдохнула, правда, Ольга Николаевна? Но мы в нашей программе говорим о малой родине, и многие телезрители отзываются, и одну из цитат я выписала для себя, и сейчас хочу зачитать. «Без наших корней мы никто. Если мы забываем о наших корнях, мы забываем о душе». Вот такие сообщения присылают нам телезрители в программы о малой родине. Вы с этим согласны? Безусловно. Корни – это очень важно. То, откуда мы вышли, то, что нас питает – это основа всей жизни. Доктора знают наверняка. Они в этом уверены. Поэтому мы и стараемся детство сделать более счастливым, более здоровым, потому что это фундамент. Спасибо, Анна Сергеевна. Ну, по поводу еще малой родины, я думаю, что есть категория людей, которые с этим не согласны. Это те люди, которые родились, живут, жили в одном и том же месте. Как правило, какие-то люди же все-таки переезжают, даже переехать в другой район, переехать в другой город, съездить, путешествовать. Когда мы отправляемся в другую сторону, другая страна, она прекрасна, там здорово, там все по-другому, тебе интересно, тебе все красиво. Ну, кто-то что-то ёкает, вернуться домой, вернуться туда. И вот даже такой небольшой пример из жизни. Я родилась в городе Гродно, потому что когда мой отец поступал в университет, на тот момент институт, в Гомельского еще не было. И он был вынужден поступать в Гродно. И то есть там жила моя мама, и познакомились они в Гродно, и появилась я у нее в Гродно. И первые несколько лет мы прожили там, потом уже переехали в Гомель с семьей. То есть у меня был план каждое лето на месяц я ездила в Гродно к бабушке, к дедушке, к родственникам. То есть такое мини-путешествие. И когда мы переехали уже полностью всем семейством в Гомель, то есть где-то уже 10 лет, я не езжу туда. То есть на протяжении 10-15 лет я туда ездила каждый год, стабильно каждое лето. Я сейчас не езжу, меня туда тянет. Я не знаю, у меня там нет большого количества друзей, у меня там нет никого. У нас уже все здесь, там малое количество родственников, но что-то вот там есть. На что я там столько, у меня столько приятных воспоминаний из детства в этом городе, как я приезжала, как я там ничего никуда не знала. То есть это же самая улица, дом, то есть там все по-другому. И у меня иногда, я иногда открываю карты, гугл-карты, вот эти панорамы я открываю. Господи, как тут интересно, как тут здорово, где тут моя улица, где я жила, я очень скучаю. Анна Сергеевна, вы очень здорово подметили, что действительно для того, чтобы оценить, наверное, и вот оценить малую родину, да, и необходимость туда вернуться, нужно испытать эту ностальгию. Ностальгию. Разлуку. Разлуку, да. Разлуку, да. И вот вспомнить там первый шаг, ну первый шаг не вспомнишь, но тем не менее, условно, да, первое слово, первую встречу, первый поцелуй, и тогда действительно вот масштаб этой темы, наверное, свалится. И просто ты начнешь понимать, по крупице, но начнешь понимать важность и серьезность этой темы. Здорово. А как долго для вас оставалось загадкой, может быть, название того местечка, где вы жили, или улицы, или, может быть, учреждения, где вы учились или работали, вот какие-то такие интересные истории в вашей памяти есть? Ольга Николаевна, вот вас в детстве в какую поликлинику водили? Ой, сейчас этой поликлиники и нет. Тогда им... Ну вы же гомельчанка, правильно? Да. Нет, родилась я на Украине, в городе Новгород-Северский. Это такой очень интересный исторический центр на севере Черниговской области. Князь Новгород-Северский давал деньги на строительство Москвы. Вот такой вот у меня впечатляющий факт для меня. Сейчас это маленький районный центр, в котором мало промышленности, мало какой-то жизни, мало движений. Я туда езжу редко, не так часто, как Анна Сергеевна, где-то раз в пять лет. Но все равно как-то вот какие-то воспоминания детства, они притягивают. Я вообще считаю, что Малая Родина – это то место, куда ты вложил душу. Потому что вот я хочу сказать про свою работу. Я перешла на работу в Сельмашевскую поликлинику в 2011 году. А до этого я, несмотря на то, что я с двух месяцев живу в Гомеле, выросла в этом городе, школу закончила в этом городе. Я, ну, на Сельмаше до этого, до смены работы, ну, была, наверное, пять раз, максимум. Это район-загадка для вас, да? Да. Вот, ну, редко я там была. И даже вот мне, может, неловко признаться, но первые несколько дней я слегка плутала, когда шла пешком на работу. Но когда ты вкладываешь что-то в свою работу, в свою вот, ну, для меня это, в поликлинику, это становится родным местом. Это вот те все акции, которые проходят вот сейчас в год Малой Родины, вот там, убери мусор, посади цветочек. Ведь после этих действий мы свои родные места любим еще больше, потому что ты вложил сюда не только физическую силу, созерцание, вот этот кусочек души, это очень помогает. Когда ты посадил цветочки, выкопал на своем огороде, посадил их возле своей поликлиники, это, ну, это прямо вот очень... Даже если ты на стадии вынашиваешь идею только это сделать, и то это уже очень ценно, правда? Вы знаете, вот дежурила на горячей линии, была на каком-то совещании, вот несколько дней просто не было возможности походить в поликлиники. И тут прохожу по второму этажу, а у нас на педиатрических кабинетах новые веселые наклейки. Ну, приятно, вот кто-то же это сделал, кто-то принес, порадовал себя, своих пациентов, и вот сделал чуть-чуть лучше мир, который нас окружает. Очень приятно, когда нам эти улучшения, вот пациенты, да, вот давайте мы вам там стенд или карманы какие-то для информации, это очень всегда приятно. Вот это наш вклад в нашу малую родину. Это, да, и это своего рода благодарность тем докторам, которые работают с детьми, со взрослыми. Уважаемые телезрители, вы подключайтесь, пожалуйста, к разговору. 34-22-43, номер нашего телефона. Вы можете высказать слова благодарности докторам в преддверии профессионального праздника. Это первое. Вы можете высказаться и задать вопрос сегодняшним участникам. Ольга Синицына, педиатр, и Анна Мамченко, тоже педиатр. Пожалуйста, любые вопросы, касающиеся детей, режима питания, режима питья, сна и отдыха, пожалуйста. А еще мы ждем ваших звонков с ответом на вопрос. В 16 веке было очень мало медиков с дипломами о высшем образовании. Пожалуйста, назовите первого нашего соотечественника, который получил ученую степень в медицине. Подсказка – это 16 век. Соотечественник, я не имею в виду гомельчан. Пожалуйста, звоните и назовите фамилию белоруса. Вот так, нашего соотечественника. В нашей программе мы активно используем видеоархив. Это те материалы, которые были сняты операторами телерадиокомпании «Гомель» в 70-е и 80-е годы. И вот в архиве мы отыскали видеосъемку. Это 1984 год. У нас есть возможность увидеть, как в то время вступила в строй не совсем больница, а новый корпус Кармянской районной больницы. Давайте посмотрим. Зусім недавно уступил у строй новый корпус Кармянской районной больницы. У ним одночасово проходить лечения больше за 150 человек. Тут створены добрые умовы. Отульные палаты, чулое обслуговывание, сучасные сродки медицинской диагностики. Усё для здоровья пациентов. Просторный рентгеновский кабинет оснащены досконалой аппаратурой. Значную допомогу урочам в изношении сердечных захворываний оказывает электрокардиография. Уважаемые телезрители, вот Ольга Николаевна сразу оценила и аппаратуру, вспомнила, где какие прищепки, сколько каналов у этих аппаратов было. Но интересно ведь посмотреть кадры, которым уже 16 и 19. Это 35? Да? 35 лет. За это время шагнула медицина вперёд? Однозначно вперёд. Первый электрокардиограф, который купили для детей в нашей республике, был приобретён в 1946 году. Вот казалось бы. Когда врачи сняли ЭКГ, ну, маленьким детям, оказалось, что в республике нет даже норм. Понятно, что они отличаются от взрослых. Проводились дополнительные исследования, приглашались здоровые дети. Целые научные трактаты писались, чтобы вывести норму для младенцев, для детей младшего возраста, школьного возраста. А сейчас электрокардиограф в каждой поликлинике и не такой, как на экране был. И это, наверное, один из самых базовых приборов. Он есть в каждом учреждении. И им умеет пользоваться каждый медработник. Спасибо вам за информацию. Уважаемые телезрители, мы обязательно поговорим об истории развития педиатрической помощи на Гомичине. Вот буквально какие-то интересные факты из этой области. Пожалуйста, не уходите далеко. Реклама пройдёт быстро. И не забывайте звонить 342243 и писать в Вайбер. Слова благодарности докторам. Дорогие друзья, сегодня в нашей студии доктора говорят о малой родине. Ольга Синицына и Анна Мамченко. Сегодня в эфире. И мы немного уже затронули историю, в том числе и вопрос. Я ещё раз его для телезрителей зачитаю. Уважаемые телезрители, в 16 веке было очень мало медиков с дипломами о высшем образовании. Пожалуйста, назовите имя и фамилию нашего соотечественника, который получил учёную степень в медицине. Подсказка вам – это 16 век. Так какова же была история развития педиатрической помощи в Гомельской области? Вот когда появились доктора, которые приходили именно к детям, помогали именно детям? Ну вот раньше были врачи всё-таки общей практики. Да, был просто врач, закончивший лечебный факультет. И просто пришедший на работу в детскую поликлинику. Да. И он и становился педиатром. То есть... Он нарабатывал опыт, он видел своих пациентов. И он оказывал детям помощь со всех сторон. Со всех сторон. То есть это было более такое широкое. Ведь получая диплом, раньше доктор получил диплом, он его больше никак не подтверждал. Но развивалась наука, и докторам очень важно было обмениваться опытом, своими наблюдениями. И существовали общества врачей. И Гомельщина входила в состав Всероссийского общества, конечно, было общество врачей Гомельщины. И только в 1923 году в этом обществе выделилась такая секция помощь матерям и детям. А специалисты, которые работали с младенцами, с мамами, потом это переросло в педиатрическое общество. А вообще первых дипломированных педиатров стал готовить Минский государственный медицинский университет. Педиатрический факультет открылся только в 1964 году. В 1964 год? Да, это вот со всем с первыми выпускниками педиатрических факультетов именно республиканской Республики Беларусь мы работаем до сих пор. Были факультеты педиатрические в Москве, в Ленинграде тогда, и в Смоленске приезжали наши коллеги. А свой первый факультет открылся в Минске в 1964 году, потом в Гродно, ну а теперь готовят педиатров и Витебск, и Гомель. Вот бытует мнение, что педиатр это или молодая, совсем молодая девушка, не имеющая детей, или дама, у которой уже выросли дети, пошли на свой хлеб, и она может, скажем так, много времени уделять работе. Скажите, пожалуйста, действительно ли именно такие педиатры работают? Ведь, ну, очень велика нагрузка на докторов. Педиатры, конечно, работают разные. Это запоминаются, конечно, молодые, у которых много времени, которые могут остаться после работы и провести несколько часов дополнительно со своими пациентами. однако среди педиатров есть и многодетные мамы. У нас в поликлинике вот среди участковых тоже есть многодетные мамы. И есть мамы, у которых деток трое-четверо, но уже старшие выросли, поэтому как бы они уже не считаются многодетными. И очень часто меня немножко обижает вот отношение пациентов. Вот у нас опять новый врач. Но ведь врачи, они такие же граждане Республики Беларусь. На них точно так же распространяется трудовой кодекс и все остальное. Доктора точно так же ходят в декретные отпуска, точно так же болеют. Им положены трудовые отпуска, им нужно повышать квалификацию, они уезжают на учебу. И на сегодняшний день наша поликлиника считается самой укомплектованной в плане участковых педиатров. В Гомельской области или в Гомеле? И в Гомеле, и в Гомельской области. Но так вот, чтобы все 14 педиатров работали одновременно на 14 участков, эти дни можно посчитать по пальцам. Это редкие дни, потому что обязательно кто-то в отпуске, кто-то, к сожалению, на больничном. У кого-то плановая учеба. Ольга Николаевна, ну да, я и вас понимаю как руководителями учреждений, но понимаю пациентов, и сама такая же. Когда ты приходишь к своему родному человеку, по сути, который знает о тебе практически все, ему уже не надо наново объяснять от А до Я, он уже глянул, знает, что нужно, знает особенности организма, ну понятно. Да, у нас есть в поликлинике доктора, которые работают уже порядка сорока лет, конечно, они вырастили уже не одно поколение детей на участке, но, конечно, это единичные личности. Наверное, вырастили родителей, когда те были детьми, а сейчас растят их детей. У нас есть телефонный звонок, давайте слушать. Добрый вечер. Добрый. Как вас зовут? Меня зовут Ольга Анатольевна Горбенко. Ольга Анатольевна Горбенко. Очень приятно. Хочу ответить на ваш вопрос. Ольга Николаевна, хорошо, отвечайте, но вы сразу не отключайтесь. Я несколько вопросов вам еще задам. Пожалуйста. Итак, назовите нашего соотечественника, первого человека, который получил ученую степень в медицине. Ну, не утверждаю, я думаю, что это Скорина. Абсолютно точно. Ольга, это Франциск Скорина, известный просветитель и гуманист, первый доктор медицины на Беларуси, который получил ученую степень в 1512 году в Падуанском университете в Италии. Ваш ответ точный. И вот этот пригласительный билет на вечер фортепианной музыки с Виталием Фоминым 30 июня 18.30 в ДК железнодорожников. Он ваш. Спасибо. Я благодарю, не отключайтесь, пожалуйста, скажите, а вы по профессии кто? Алло, вы доктор? Я не доктор. Вы не доктор? Я пенсионер. Ну, до того, ну, пенсионеры, они же тоже профессию имеют, но есть у вас хорошее, что сказать докторам? Конечно, есть. Спасибо им за теплый прием и лечение, которое они назначают. И терпение, за их натерпение. Когда мы приходим на прием и можем правильно объяснить, что у нас болит, что нас беспокоит, но они, тем не менее, ставят диагноз или лечит. Абсолютно точно, Ольга. Спасибо вам огромное. Хорошего вечера вам. Я хотела зачитать сообщение, которое пришло в Вайбер. Опять телезритель отмечает терпение. Хочу пожелать медработникам терпения и благодарных пациентов. Новейшего оборудования и лучших условий работы, пишет Наталья. И еще одно сообщение. Пожелаем здоровья и спокойных будней тем, кто на переднем крае, сотрудникам скорой помощи, пишет Михаил. Вот такие интересные сообщения приходят к нам. Уважаемые телезрители, у нас есть второй вопрос для вас. Прежде чем мы продолжим беседу с Анной Сергеевной Ольгой Николаевной, я второй вопрос сразу вам задаю. Как назывались специалисты, которые оказывали основную медицинскую помощь в 16-18 веках на территории Беларуси, они помимо своей основной деятельности ставили банки, делали массаж, кровопускание, удаляли опухоли, делали другие хирургические манипуляции. Пожалуйста, ответьте, как же назывались эти мастера? Ваш ответ и пригласительный билет на двоих в галерею Гавриила Харитоновича Ващенко. Продолжаем разговор. Мне очень многое хочется узнать. Ольга Николаевна, как бы вы продолжили фразу? Профессия медика интересна тем, что она это, наверное, для тех выпускников школ, которые сейчас уже абитуриенты и выбирают медицинские университеты. Она бесконечна, в ней нельзя поставить точку. Вернее, в ней профессионально неправильно поставить точку. Это та профессия, которая подразумевает собой учебу всю свою сознательную жизнь. Всю свою профессиональную жизнь врач учится. Учится теоретически, учится своим опытом, учится на опыте своих коллег. И как бы это ни печально ни звучало, иногда учится на своих ошибках, на болезненных, на очень жестких, но такова жизнь. Жизнь нам ставит такие рамки. И надо быть готовым к этому бесконечному труду, к этой бесконечной учебе. Анна Сергеевна, продолжите тему. Я, вы, наверное, еще, знаете, вернулась к прошлому вопросу про врачей и декрет. Вот, еще бытует такое мнение, что своих деток у вас нет, как вы наших лечить будете. Я хотела бы сказать спасибо. спасибо своим мамам со своего участка, которые, я, ну, не сталкивалась с таким мнением, они, наоборот, интересуются, можно так сказать, они мне желают скорейшего попасть в разряд мамы, они мне говорят, вы не собираетесь, а вы точно от нас не уйдете, мы вам очень желаем, ну, побудьте, подрастите нас еще хотя бы немножечко. Это тоже очень приятно, спасибо большое всем моим любимым пациентам. Это очень здорово, когда и доктор желает здоровья всего наилучшего своим пациентам. У нас вот постоянно входящий звонок идет, уважаемые телезрители, вы в Вайбер, пожалуйста, пишите, а звонить можно по телефону 34-22-43. Я еще хочу одно сообщение зачитать, выражаю слова благодарности врачу ГГКБ номер 2 Захаренковой Татьяне Николаевне, настоящий профессионал своего дела, ответственно и с уважением относится к каждому пациенту. Спасибо за ваш труд. Ольга, это ее сообщение. Четыре пропущенных вызова, пожалуйста, 34-22-43 набирайте и выскажитесь в прямом эфире. Есть у нас ответ на вопрос поставленный, слушаем, сорвался звоночек 34-22-43. Попробуйте, пожалуйста, еще набрать и ответите в прямом эфире на вопрос, как назывались специалисты, которые, помимо основного своего дела, еще занимались некоторыми хирургическими манипуляциями и оказывали помощь населению, которое болеет. Уважаемые телезрители, немного времени у нас остается, но мы дадим время рекламе, а потом встретимся и очень интересный блок у нас остался. Сегодня в нашей программе о малой родине говорят доктора, ну и конечно несмотря на то, что это предпраздничные дни, доктора вот-вот в воскресенье отметят свой профессиональный праздник, они не перестают быть с докторами и даже в прямом эфире отвечают на вопросы, но прежде на ранее поставленный мною вопрос ответит телезритель. Давайте слушать. Добрый вечер. Добрый вечер. Познакомимся? Пожалуйста. Конечно, конечно. Пономарев Александр Владимирович. Александр Владимирович, очень приятно. Вы знаете, как же назывались те специалисты, которые наряду со своими основными обязанностями еще выполняли некоторые врачебные манипуляции в 16-18 веках на территории Беларуси? Да, да, да. Я хочу сказать, парикмахер или цирюльник раньше называлось все это. Так, это абсолютно точный вопрос, ответ. Это цирюльники. Каким образом парикмахер, вот я просто не могу понять, как это так могло быть, чтобы парикмахер волосы, бороды бреет, да, волосы стрижет, и тут вдруг еще и хирургические манипуляции осуществляет? Ну, это было тогда, понимаете, в то время. А вы доктор? Да. Вот оно, что. Скажите, пожалуйста, как вы проводите эти предпраздничные дни? Уже поздравления принимаете? Или все в трудовые будни? Ну, да, я работаю, но пока еще нет особых поздравлений. Знаете, мы передаем вам поздравления от имени жителей всей Гомельской области. У нас здесь вот в Вайбер пишут огромное количество этих поздравлений. мы желаем вам, как пишут наши зрители, и терпения, и крепкого здоровья, и новейшей аппаратуры, и прекрасных условий труда. И самое главное... Спасибо вам большое. Очень благодарен вам. Спасибо. Благодарных пациентов вам. Всего вам доброго. Вы победитель, и этот пригласительный билет на двоих вам. Пожалуйста, приходите в любой день на телевидение, сходите в галерею Ващенко. Всего хорошего, хорошего вечера. Мы продолжаем нашу беседу. У нас не очень много времени остается. Вот здесь у нас лежит, ждет... Да, это кукла. Очень похожа на настоящего малыша. Реборн. Кукла Реборн. Реборн называется, да. Ну, вот буквально, наверное, даже и размеры. Один в один с новорожденным, Ольга Николаевна, вот так выглядит какой ребенок, какого возраста? Чуть меньше. У нашего Паши 49 сантиметров, и весит он 2,5 килограмма, он так слегка незрелый, чуть-чуть недодошенный. Чуть-чуть. Ну, в принципе, такие детки... рождаются вполне здоровенькими и активными. Ольга Николаевна, ну, не просто так же мы принесли Пашу в студию, я с таким трепетом брала его сегодня на руки. Дело в том, что накопилось очень много вопросов и у телезрителей в связи с тем, что сейчас лето, жаркое лето, и много нюансов нужно предусмотреть родителям. Вот давайте и ответим на их вопросы. Хорошо? Как создать для ребенка условия для хорошего, здорового сна, когда на улице плюс 30? Ну, надо знать основы. Такие базовые знания обмен веществ у ребенка намного быстрее, чем у взрослого. Поэтому ребенку нужно больше кислорода и ему более комфортно в прохладных условиях. Поэтому, конечно, 30 для него жарковато. Вообще, западные ученые подсчитали, что если в комнате, где живет новорожденный, работает, где живет младенец, работает вентилятор или кондиционер, или охладитель воздуха, синдром внезапной смерти встречается реже. Для детей, как ни парадоксально это звучит, более опасен перегрев, чем переохлаждение. Когда ребенок переохладился, у него есть прекрасный защитный механизм. Он начнет кричать, он согреется. Он начнет двигаться, он согреется. Если ему жарко, ему надо высказать свое недовольство. А может он это сделать только кричать, и он будет еще больше перегреваться. Поэтому мы всегда призываем родителей. Ребенок должен быть одет на один слой одежды меньше, чем взрослый. Сегодня жарко, сегодня 30 градусов в городе, у мам один слой одежды. Как должен быть одет ребенок? Вообще быть без одежды. Это правильный ответ, он должен быть без одежды. А еще если учесть, что он в колясочке, а там температура выше. Да, коляска это вообще. Если младенец лежит в закрытой люльке, не в летней прогулочной коляске, она разрешена после 4-5-6 месяцев в зависимости от конструкции, а в люльке, в люльке температура на 5 градусов выше, чем в окружающей среде. И, конечно, вместо 30 ребенок имеет 35, это вообще жарко. Учитывая, что Паша сегодня артист, он одет. Вот в студии работают кондиционеры, в студии 20-22 градуса. Вот для такой температуры 22 градуса, бодик с открытыми ручками, с открытыми ножками, и в норме у младенцев стопы будут холодными и может быть влажными. И это абсолютная норма. Кисти тоже будут холодные, может, влажные, может быть вот такие синюшные. Это норма, это особенности детского кровообращения. То есть не нужно его срочным образом накрывать, прикрывать? Надо помнить, что, чтобы проверить, не холодно ли ребенку, надо потрогать его либо за голень, либо за предплечье. Вот если здесь мы трогаем и кожа теплая, значит, ребенку комфортно. Еще такой очень важный момент. Голая стопа у ребенка и голая кисть – это закалка. Это закалка, потому что здесь терморецепторов в 30 раз больше, чем на всей остальной коже. И именно вот, если у нас стопочки открыты, кисти рук открыты, это и есть самая лучшая закаливающая процедура. То есть не стремитесь натягивать носочки на малыша? Ну, хорошо, а если младенцы, они же царапаются, и вот есть кофточки такие специальные с закрытыми ладошками? Как вы? Ну, я как к ним отношусь? У меня дома есть ножнички, я умею стричь ногти. Потому что, когда родители закрывают ладошки, они очень часто закрывают какие-то проблемы. Ведь ребенок, у него тонус мышц сгибателей сильнее, и он царапает себе ладошки. Иногда даран, но это закрыто варежкой, и это ложное благополучие. Пальчики нужно выпрямлять, с пальчиками нужно играть, их перебирать. Это очень важно. Стимуляция и самомассаж вот этих кончиков пальцев, это большой толчок к интеллектуальному и физическому развитию младенцев. Это очень полезно. То есть даже вот в возрасте одного месяца и меньше. В возрасте одного дня. В возрасте совсем недавно родился. Поняла. Ольга Николаевна, смотрите, сколько воды пить в жару взрослым, мы все знаем. Два-три литра, кто сколько может. Сколько воды пить маленьким и вообще можно ли давать, мы об этом мало знаем. Очень разнятся советы. Какие сегодня дают советы, ну скажем так, идущие в ногу со знаниями и новыми направлениями, правильными тенденциями педиатры? Значит, ребенок, который находится на грудном вскармливании, это рекомендация Всемирной Организации Здравоохранения, она касается абсолютно всех стран и она основывается не на каких-то так теоретических или на каких-то так традиционных выкладках, а именно на научных знаниях, говорит о том, что детям до шести месяцев воду давать нельзя. Я хочу сделать акцент. Не ненужно, а нельзя. У воды совсем другая астматическая резистентность. Это большая нагрузка на почки и это неправильная замена естественного грудного вскармливания. Младенец может выпить воду, особенно если ему дадут в бутылке с большой дыркой, вода льется, он только успевает глотать, он даже не успевает, очень часто говорят бабушки, посмотрите, как ему нравится. Я говорю, он захлебывается, он не успевает вам даже выразить недовольство своего. Недовольство, потому что он хочет жить. Да, да. Поэтому он так жадно пьет, потому что неподходящее отверстие, неподходящий поток и совершенно ненужная водная нагрузка. Поэтому женский организм, он сам регулирует. И когда такая жара, неважно женщина какой нации, где она находится, если жарко, молоко само становится более водянистым, более разведенным, и ребенок получит столько жидкости, сколько надо. Хорошо, Ольга Николаевна, а сколько воды пить маме? И какой воды? Пожажде. Мама пьет по жажде. Никаких кормящей маме специальных водных нагрузок не надо. Никаких планов по 3-5 литров. То есть нет такого, что 2 литра обязательно, 2,5 еще лучше? Нет, нет. Как только идет ненужная водная нагрузка, организм принимает решение выводить больше воды, и женщина, соответственно, будет иметь меньше молока. Надо пить по жажде. Есть такая простая рекомендация. Перед тем, как вы берете ребенка покормить, возьмите стакан воды, но выпейте столько, сколько можете. Не надо себя заставлять. Я поняла. Сейчас очень жарко, солнечно. Скажите, нужны ли детям в городе дополнительные солнцезащитные средства? Или достаточно головного убора? Или вообще он лишний? Да. Начнем с младенцев. Младенцу нельзя на солнце находиться вообще. Новорожденный ребенок до 6 месяцев не должен находиться под прямыми лучами солнца, просто не должен. Им запрещено пользоваться солнцезащитными кремами. Они для детской кожи очень травматичны. Поэтому во многих странах вот здесь рекомендации разнятся. Где-то разрешено с года пользоваться солнцезащитными кремами, где-то с трех. И что мы имеем? Ребенок не может находиться под прямыми солнечными лучами. Значит, зачем ему шапка? Через голову идет хорошее... Охлаждение, наверное. Как только младенцу наденут шапку, а если еще это будет чепчик с завязками, это затруднит. Ой, Лена Михайловна, вы неправильно взяли ребенка. Ольга Николаевна, я тут же исправлюсь. Так, а вот так если? Вы его неправильно взяли из горизонтального положения. У детей очень нежная шея. Они мышцы еще не натренированы, и голова не держится. И детская голова не должна кивнуться. То есть руку сразу подкладываем? Либо сразу руку подкладываем, либо накатываем ребенка на руку и поднимаем. Ольга Николаевна, можно я вам передам? Да, правильно. Правильно передаю. Да, мы всегда держим шейку. Носить ребенка можно по-разному. Между прочим... Как микрофону, Пашу, это тоже. Родители имеют более стабильную терапию. Термообмен, да? То есть нам, если жарко, наша кожа может быть все равно прохладна. Поэтому если мама или папа разденутся, и ребенка без одежды кожа к коже сделают, то это поможет ребенку и согреться, и охладиться. Да, это правильно. Поэтому мамы, которые выбирают в качестве переноски ребенка слинги, самое главное, ничего не надевать на младенца в эту жару. Если вы выбираете в качестве переноски коляску, позаботьтесь о том, чтобы ребенку там было комфортно. Возможно, он не просто будет раздет, а укрыт влажной пеленкой, чтобы не перегреться. Ольга Николаевна, еще один момент. Так, вот как... Я повторю. Просто вот мы либо накатываем... И одна из поз, которые дети очень любят, это лежать на руке, животиком вниз. И смотреть вниз на пол. Да, смотреть. Так можно и закемарить удобно. Так, хорошо, живот ни на что не давит. И мама рядом. И мама рядом, да. А если проснулся, и посмотреть можно что-то интересное. Ольга Николаевна, еще один момент. Вот, ну, комары уже появились, мошки уже есть. И вот если вдруг кусает такого маленького, вот что делать? Самая такая простая помощь, вернее, мы как педиатры, как педиатры первичного звена, который направлен на профилактику, мы всегда призываем. Главное предотвратить. Поставьте москитные сетки, пропылесосьте в комнате углы потолок, чтобы не было насекомых. Но если уже насекомый укусил, у детей очень тонкая кожа, и бывает аллергическая реакция. Можно просто смазать простым гормональным кремом, который есть практически в каждой аптечке, или адвантан, или гидрокортизон, любой мазью с гормоном. Оно не принесет никакого вреда, точечно, одним слоем, вот прямо место укуса, но при этом снимет отек, воспаление, и уберет, главное, зуд, что очень часто детей раздражает. А вот такие самые простые средства? Настойка календула, перекись в ардуре? Это первичная обработка раны, любой раны. Укус насекомого, царапина, ссадина. Мы берем ватный диск, не вату, потому что вата волокнистый материал, а ватный диск, он не тканый, и не оставляет маленьких волосков в ранке. Просто перекисью протерли, календулой обработали, все, наша ранка продезинфицирована. Если ноготки обрезала мама, приняла решение не одевать антисарапки, обстричь ногти, и кажется, что-то задело. Перекись, календула обработали и наблюдаем. Это то, что должно быть обязательно в аптечке, в том числе, если вы выезжаете на дачу на непродолжительное время. Сейчас очень много интересных средств защиты. Например, очень многие мамы, я вижу это в городе, носят с собой зеленку в фломастерах. Это очень правильно. Сумочку. Да. Надо главное помнить, что это просто индивидуально, конкретно для этого ребенка. Малыш бежал, встретился на большой скорости с асфальтом, небольшая ссадина, и промыв простой питьевой водой, бутылка, если с собой есть, просто промыв и достать карандаш этот зеленкой, обработать, быстрее возьмется корочка, быстрее обезболится, и малышу будет более комфортно. Мне вот интересно, всегда врачи-педиатры одинаковые советы дают. Вот в поликлинике, например, в одной поликлинике, Анна Сергеевна, вы такие же советы даете мамам? Да, конкретно по данным вопросам, да, но сталкивается. И, конечно, некоторые мамы любят собрать мнение у разных врачей, но тоже нужно еще знать. Что правильно, в общем-то, правда? Что правильно, но тоже мамам нужно знать, что не будет один прав, а второй нет. Они могут быть оба правы, просто смотреть на ситуацию по-разному. Опять же, медицина, это не математика, там не 2 плюс 2 равно 4, там есть разные варианты событий. Опять же, каким-то детям что-то подходит, каким-то не подходят те же самые лекарственные препараты. Соседка сказала, нам супер помогло, а тебе не помогло. И такое бывает. И все правы в данной ситуации, все индивидуальные лекарственные средства, индивидуальные дети, индивидуальные заболевания в том числе. То есть нужно какие-то такие вопросы пробовать, подбирать. Да, не навредить, да, уточнить у доктора. Да, возможно, уточнить у другого доктора, если ты попал, но не стоит принимать как истину одно единственное верное значение по таким вопросам. Спасибо. Ольга Николаевна, еще один очень важный момент мы затронем, это прививки в связи с выездами и за границу на отдых в том числе. Но сначала я зачитаю поздравления. Добрый вечер. В студию не дозвониться, но хочется поздравить и поклониться вам, дорогие люди в белых халатах. Благодарность врачу, ортопеду и травматологу областной больницы Дивовичу Геннадию Владимировичу. И всем медикам, которые работали много лет назад и спасали жизни людей, среди них была и моя дочь Анастасия, а также врачей ожогового отделения Сельмашевской больницы. Рубана Леонида Николаевича, Манькина. Жаль, забыла полное имя. Спасибо вам огромное, люди в белых халатах. Низко вам поклониться хочу. Словами из песни. Благодарю вас. Ольга Николаевна, пожалуйста, о прививках. Вот взрослые дети едут, поедут скоро и в Крым, и в Азиасу. И поехали. Уже поехали, и уже привезли нам снова корь. Сколько бы мы ни говорили в прошлом году, в позапрошлом году, люди беспечны. И это очень печально, потому что у наших соседей очень серьезная на Украине ситуация с корью. Если за прошлый год заболело 54 тысячи украинцев, то за первую половину этого года, еще не полную первую половину, уже 52 тысячи. Эпидемия кори продолжается. Да, большинство из этих людей поправилось. Да, умерло всего 17 человек. Хотя для меня это страшная цифра. Но надо понимать, что участие людей, пусть это будет 0,1%, вирус остался навсегда в организме. Он остался, как ни странно, в головном мозге. И через 5-10 лет неврологи Украины столкнутся с таким очень серьезным заболеванием подострый прогрессирующий коревой панэнцефалит. Когда, как правило, молодые люди, подростки, это люди, дети, перенесшие корь в детском возрасте, не все дают стойкий иммунитет. У них вот вирус кори остается в головном мозге. И часть из них даст это грозное потенциально летальное заболевание. Это не всегда будет правильно поставленный диагноз. Это на сегодняшний день нет лечения нигде в мире. И это тот груз, с которым столкнется Украина через 5, а может 10 лет. Что делать гомельчанам? Если люди собираются ехать за границу, так дети привиты, допустим, но родители не помнят, болели ли они в детстве, прививались ли. Для меня однозначный ответ. Надо защититься. Можно пойти двумя путями. Можно сходить в платную лабораторию и сдать этот анализ на напряженность антител к вирусу кори. На платной основе у нас практически, наверное, сейчас во всех лабораториях есть реактивы, потому что это актуально. Можно пойти другим путем. Взять и сделать прививку. Вакцины есть во всех взрослых поликлиниках, есть комбинированная, есть моновакцина против кори, потому что какая бы ни была вакцинация, все равно иммунитет формируется не у всех. Не у всех. От 95 до 98%. Когда порядка 10 лет назад в республику была первая завозная корь после длительного затишья, я даже не сомневалась, я не сдавала никаких анализов. Я просто пошла и сделала себе прививку. И когда потом проверяли у медиков напряженность к иммунитету, у меня оказался очень высокий титр. Я спокойно, во всяком случае, за свое здоровье. Благодарю вас за ответы. Благодарю телезрителей за высокую активность в эфире. Приходите, пожалуйста, за пригласительными билетами, которые вы выиграли. Ну и благодарю всех тех людей, которые написали свои отзывы в Вайбер. Если я не зачитала всех, вот еще одно. Огромное спасибо, низкий поклон большому профессионалу своего дела, Солодкой Татьяне Ивановне. Спасибо вам за вашу помощь нашим детям. Доброе отношение к ним и за вашу чуткость. Здоровья вам и вашим близким. Спасибо. Семья Назаренко, Куценок, Шестак. Вот прям с указанием фамилии. Ну что ж, Анна Сергеевна, Ольга Николаевна, благодарю за то, что нашли время, в предпраздничные дни пришли и очень интересно рассказали. Хочу пожелать каждому медицинскому работнику больших успехов, счастья, здоровья, благополучия. Берегите себя, свое призвание и веру в лучшее. Дорогие друзья, на этом программа «Добрый вечер. Гомель» завершается. Всего доброго. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok